Колизей в лучах заходящего солнца. Спустя тысячи лет он по-прежнему остаётся свидетельством величия Древнеримской империи. Однако современная Италия, по мнению многих, утрачивает своё былое величие. Долговой кризис страны может стать причиной раскола Евросоюза. По неподтверждённой информации, Франция и Германия, главные вдохновители европейской интеграции, уже начали переговоры об уменьшении членов еврозоны. Бесспорно, любой раскол еврозоны может стать потрясением для мировой экономики, сместить баланс сил на геополитической карте и, возможно, заставить мир переоценить картину своего будущего. В 1957 году в итальянской столице представители Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Бельгии и Нидерландов подписали римский договор. Он заложил основу для европейского экономического сообщества. Однако сегодня многие боятся, что неспособность итальянских политиков прийти к соглашению и большой долг могут свести на нет все достижения. В то время как финансисты выражают обеспокоенность, многие жители Европы выступают за сохранение ЕС. «Европа слишком сильная, чтобы исчезнуть за один день. Мы не боимся, и мы будем добиваться прогресса. Действительно, Европа преодолевает трудные времена, но я уверен, что мы найдём силы и восстановим сильный и динамичный Европейский союз». Итальянцы также уверены, что ситуация в их стране не станет причиной раскола Европы. «Мы будем спасены по многим причинам. Во-первых, потому что Италия важна для Европы и в интересах Европы оказать нам помощь. Особенно для тех, кто создаёт вокруг нас больше всего шума, например, Германия и Франция. Во-вторых, у нас очень прочный фундамент». Скептически настроены по отношению к ЕС в целом и к евро, в частности, жители Туманного Альбиона. «Англия с самого начала не поддержала евро. Я думаю, это лучшее, что мы сделали. Евро слабеет. Так что выходите, бегите оттуда как можно скорее». Сегодня существует множество различных предположений о том, каким образом может разделиться валютный блок, насколько губительным может быть этот раскол и каковы будут последствия этого. Однако европейские лидеры по-прежнему стараются решить проблему кризиса и возможности выхода из еврозоны одной или двух стран после объявления дефолта. «В связи с последними событиями в Европе стали вспоминать о случае, который произошёл в 2003 году. Во время пресс-конференции Сильвио в Берлусконе убил муху новым вариантом Конституции ЕС». Бывший президент Франции Валерий Жескар-де-Стен тогда сказал, а вот и первая жертва Конституции Европейского Союза.